Хотите сыграть в игру? Угадайте, что 70 из 100 прохожих на улицах упомянут главной ассоциацией с Новым Годом. Конечно же, это будут сладости и прочие вкусняшки. Именно они являются символом праздника. И в наше время любой уважающий себя человек старается удивить себя и близких чем-то необычным. А что может быть необычнее, чем порошки Зуко и Юпи из 90-х, газировка Человека-паука или настоящие американские конфеты Джелли Белли? Их продажей давно и успешно занимается магазин Мармелад Шоу, ставший титаном индустрии. Оно и не мудрено, ведь где еще можно купить японские сладости и самые кислые конфеты в мире одновременно? От ассортимента разбегаются глаза, но это не проблема. Возьмите Sweetbox. В нем собраны самые необычные сладости магазина, упакованные так красиво, что счастливый обладатель упадет в обморок. Любой товар доставят очень быстро, а с нашим промокодом заказ станет дешевле аж на 10%. А еще Мармелад Шоу становится сетью и планирует открыть филиалы по всей стране. Желаете обзавестись своим магазинчиком? Оставляйте заявку на франшизу по ссылке в описании. Ну или просто радуйте себя и любимых необычными сладостями. И не забывайте про скидочный промокод. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Друзья, сейчас в мире кино жаркое время. Мандалорец с малышом Йодой взрывает планету, близится выход Ведьмака, а на пороге еще и девятый эпизод Звездных Войн. Наш второй канал, не спойлер, разрывается от нагрузки. И поэтому, с вашего позволения, что мы получили от поста на стене сообщества, мы поговорим о Звездных Войнах здесь. Мы ведь Geek Movies? И кино для гиков – наша работа. Выпускать голый разбор фильма было бы неуважением к вам. И поэтому сейчас мы устроим небольшое превью у девятого эпизода. Никаких спойлеров, только официальные данные, камео о Соке Тано и, конечно же, шансы на появление малыша Йоды в кино. А что вы думаете о девятом эпизоде? Дайте знать в комментариях, а мы начнем. Первым делом упремся в полностью слитый сценарий. Мы не будем его пересказывать, выдавая спойлеры, но призываем предостеречься. Непонятно каким путем, но весьма детальная и четкая версия сюжета уже пару месяцев как гуляет в сети. То же самое было и с восьмым эпизодом, но тогда в слив мало кто верил, ибо слишком уж необычным казалось слитие люка Скайуокера в унитаз. С этого мы и хотели начать ролик. Перед девятым эпизодом стоит тяжелая задача. С одной стороны, Дисней официально завершает сагу Скайуокеров и более чем сорокалетнюю сюжетную линию франшизы. Но с другой, восхождение Скайуокера должно искупить грехи в вырве глазного последнего джедая. И по сей день его пользовательская оценка не превышает 50%. Причина проста. Фильм неплох, но это не Звездные войны. Люк Скайуокер, превращенный сначала в мудака, а потом в слабака, невнятные поцелуи героев, попавших в фильм по расовым квотам. Недостатки восьмого эпизода можно перечислять долго, но наша задача эпизод девятый. И у него очень веселая судьба. Изначально Дисней хотела, чтобы все фильмы новой трилогии снимали разные режиссеры. Им были выданы общие наброски, и каждый крутил франшизу как хотел. И на чем хотел. В седьмом эпизоде, как мы помним, Джей Джей Абрамс чуть ли не построчно скопировал сценарий «Новой надежды». Фанаты побухтели, и в итоге студия дала следующему режиссеру, Райану Джонсону, больше свободы. Провал последнего джедая мы упомянули, и на этой волне Дисней без лишнего шума уволила Колина Тревороу. Режиссер «Мира юрского периода» не раз конфликтовал с главой «Лукасфилм» Кейтлин Кеннеди по поводу сценария. Видимо, Колин также хотел свободы, но студия в очередной раз сменила курс. В срочном порядке снимать девятый эпизод вернули Джей Джей Абрамса. Ведь до выхода оставалось меньше двух лет, а откладывать премьеру смерти подобно. В итоге Абрамс на коленках подправил сценарий Тревороу и приступил к съемкам. Выглядит не слишком оптимистично, не правда ли? Накинув сюда невзрачный актерский состав, набранный под цензурным рамком расового отбора, многие начали хоронить франшизу. Но надежда есть, друзья. И надежда в связях с наследием франшизы. Во-первых, имеется император Палпатин, чей смех в конце дебютного трейлера тронул сердца фанатов. Вкратце синопсис девятого эпизода таков. Выжившая после битв с Первым Орденом в прошлых эпизодах часть сопротивления перегруппировалась. С одной стороны, в конце прошлого фильма на всю вселенную запустили маячок с призывом на битву. С другой, Рэй сперла джедайские книжки из убежища Люка и здорово подтянула знания. Время на подготовку имелось, восхождение Скайуокера совершит временной прыжок и начнется спустя пару лет после завершения последнего джедая. Но Первый Орден также никуда не делся, и в девятом эпизоде состоится завершающая битва добра со злом. Здесь старый добрый император Палпатин и выходит на сцену. Наблюдать очередную серию неуклюжих маханий световыми палками от Рэй и Кайло Рена зрители без смеха не смогут. Поэтому Дисней вывалил тяжелую артиллерию, и на темной стороне выступит настоящий монстр в лице Дарта Сидиуса. Сопротивлению, напротив, похвастаться нечем. Из оригинальных героев остались лишь генерал Лея. Ее роль в девятом эпизоде должна стать решающей, однако Кэрри Фишер ушла от нас. В итоге Лея так и появится в фильме, но для этого использует переработанные кадры прошлых эпизодов. Так что ее роль вряд ли будет такой большой, как планировалось. Разбирать сюжет смысла нет. Дисней придумает очередные разрушительные вундервафли, с которыми будут сражаться многочисленные, но храбрые повстанцы. А вот в деталях кроется самое интересное. К роли Палпатина вернется сам Иан Макдермит, игравший его как в приквелах, так и в «Возвращении джедая» 1983 года. Но вернется ли еще кто-то из старичков? Люк Скайуокер, Хан Соло и Оби-Ван Кеноби, казалось бы, мертвы. Но то же самое говорили и о Палпатине. Да и все чувствительные к силе люди, как известно, при должных тренировках умеют становиться призраками силы. Официально никаких подтверждений о «Возвращении старичков» не поступало. Но разве кто-то верит, что Дисней после провала восьмого эпизода не введет в бой тяжелую артиллерию хотя бы с небольшим камео? Ведь Джей Джей Абрамс подтвердил даже появление Асоки Тана. Если кто не в курсе, речь об ученице Энакина Скайуокера. Асока играет огромную роль в мультсериале «Война клонов», да и вообще является одним из самых популярных персонажей франшизы. Однако кино дамочку наглым образом игнорировало. В интервью японскому порталу «Соро» Джей Джей Абрамсу задали прямой вопрос по поводу игнора крутейшей героини. На что режиссер внезапно посоветовал смотреть девятый эпизод внимательней. Фактически подтвердив появление госпожи Тана в кино. Правда, речь стопроцентно идет о крошечном камео, ведь большой сюжетный твист Абрамс бы не тизерил. Но и этого достаточно, чтобы радоваться. А заодно рассчитывайте на появление других старичков. Ведь включать в фильм Асоку Тана и не включать Оби-Вана было бы довольно глупо, не правда ли? Так что нас определенно ждет кроссовер века. И упомянутые нами имена лишь вершина айсберга. Как насчет Дарта Нихилуса? Его статую видно за Кайло Реном в одном из последних ТВ-роликов девятого эпизода. Древний Сидх был одним из главных персонажей эпохи Старой Республики в целом и игры Knights of the Old Republic в частности. Этот же ролик не обошел стороной и Дарта Вейдера. В разговоре с Кайло император Палпатин заявляет, что он был каждым из голосов, что парень слышал в своей голове. То есть фактически нам подтвердили, что Сноук – это также поделка Палпатина. Как и другая деталь из седьмого эпизода. Кайло Рен одержим шлемом Дарта Вейдера и не раз заявлял, что он с ним разговаривает. Кайло считал, что говорит с дедушкой, вызывая у фанатов вопросы. Ведь старина Вейдер, а он же Энакин Скайуокер, перед смертью переметнулся на светлую сторону. И даже приходил джедайским призраком силы к своему сыну Люку. Теперь-то все встало на свои места. Вместо маски с Кайло Реном говорил «Палпатин». Что, в свою очередь, намекает на появление настоящего Дарта Вейдера, который в свое время этого самого Палпатина и убил. В общем, фан-сервис намечается мощнейший. На этой волне можно строить самые смелые теории и мечтать о включении хоть малыша Йоды. Милашка влюбил в себя всю планету и в данный момент популярней всех актеров девятого эпизода «Вместе взятых». Он блистает в сериале о Мандалорце, действия которого разворачиваются где-то за 30 лет до девятого эпизода. Сам Мандалорец для появления будет староват, а вот малыш Йода очень даже нет. Ему ведь и в сериале уже 50, ибо ребята этой расы, ну, уже очень медленно взрослеют. Чисто теоретически, Крохотусик Йода во время действий фильма должен являться чем-то вроде подростка Грута. Он уже и не малыш, но далеко и не взрослый. Учитывая чрезвычайную редкость подобных существ в галактике, малыш определенно сыграет во вселенной «Звездных войн» весомую роль. Но, к сожалению, точно не в девятом эпизоде. Причина банальна. Фильм давным-давно отсняли и замонтировали финальную версию задолго до премьеры Мандалорца. Ребята физически не смогли бы запилить мельчайшее камео, так что здесь фансервиса ждать не стоит. Дисней уже сейчас позиционирует фильм как фанатский. Забавно, что это происходит на весьма официальном уровне. Сначала Китлин Кеннеди, а затем и сам Джей Джей Абрамс весьма жестко прошлись по последнему джедаю, пообещав исправить ошибки. Как минимум, речь о рыцарях Рен, на которых после упоминания в седьмом эпизоде забили. Речь о личной гвардии Кайло Рена, собранной из учеников джедайской школы Люка Скайуокера. Кайло спалил школу к хренам, но был не одинок, сформировав личную гвардию убийц. Их не было на экране, однако восхождение Скайуокера исправит ситуацию. Имеются концепты рыцарей Рен, а также заявления, что они сыграют в сюжете свою роль. Какие еще козыри у Дисней? Но Ричард Грант, знакомый всем по роли в Логане, вернувшийся Лэнда Карлисиан и пара-тройка менее известных актеров. А еще весьма мутная промокомпания. Одну из сцен фильма эксклюзивно и раньше времени покажут прямо в игре Фортнайт. Мы ничего не имеем против самой игры, но очень уж это попахивает на взаимный попил денег и окупание фильма еще до выхода на экраны. Этим болеет русское кино. А опыт уже переманили люди в черном с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом. Сказать, что получилось, не очень не сказать ничего. Фортнайт уже продвигали во Мстителях 4, и одному Джорджу Лукасу известно, в какую баснословную сумму создателям игры обошлась подобная реклама. А попутно Звездные войны 9 не делают для хайпа ничего. Хотя все идеи на поверхности. Выпустите трейлер с намеком на возвращение Люка, Оби-Вана или кого угодно из Старой Гвардии. Фильму не нужно быть гениальным, чтобы стать успешным. Как и в случае со Мстителями 4, остальное за Дисней доделает хайп. Ведь в той же Войне Бесконечности сюжет гораздо увлекательнее финала. Но никто даже не пикнул, ибо эпичным завершение саги Бесконечности стало благодаря актерам и персонажам. У Звездных войн есть то же самое. Но на этот раз рекламная машина Дисней взяла перерыв. Значит ли это, что ребята заранее готовятся к неудаче? Не думаем. Скорее дело в недооценке урона, который не слишком качественные прошлые части нанесли франшизе. Каким выйдет фильм в итоге, было бы глупо делать вид, что мы не знаем, учитывая слитый сценарий. Но одно можно сказать точно. Как минимум отдать должное 40-летней франшизе стоит. Сразу несколько поколений фанатов выросло на далекой галактике. И будем надеяться, Джей Джей Абрамс не подкачал. Ну а мы не подкачаем разбором фильма, который как обычно выйдет детальным и весьма подробным. Включайте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok